Если, например, кто-то тебе что-то должен, у того человека по отношению к тебе есть что-то, что он тебе задолжал, или какое-то право у тебя есть над этим человеком, который он должен тебе вернуть, ты потребовал от него это, а он оттягивает и затягивает и не уплачивает, то тогда это зульм, это несправедливость, это харам, это рудван, то есть это агрессия со стороны того человека, это преступление со стороны того человека. Шейхус Амин, он часто приводит этот пример, и в данном случае тоже приводит этот пример. Когда приезжают иностранцы на работу, и кто-то как бы берет их под свою ответственность, и ему дают, поэтому там вид на жительство. И вот люди приводят так, как приводят рабочих, их регистрируют на их имя в стране, а потом они, пользуясь положением этого рабочего, что он в чужой стране, что он зависит от него, они используют его, а потом не уплачивают, не уплачивают ему то, что полагается. Эти бедные просят и требуют, но бесполезно, они говорят, если будет что-то еще требовать, то мы тебя просто депортируем и все, тогда откажусь я давать тебе здесь покровительство, регистрировать на свое имя тебя, просто тебя депортируем. И Шерус Аймин, он уже не первый раз, если вы заметили, он указывает на то, как это плохо, что это харам, и что эти люди, они ничего кроме харама не поедают в своей животе таким образом, и что пусть они боятся, говорит он, что Аллах Субхану Аталия на них напустит тех, кто будет мучить их потом, как они мучают этих бедных людей. Потому что пророк Алейх Саалам, он сказал, что трое, с которым будет вести тяжбу Аллах Субхану Аталия в судный день. Помните этот хадис, да? Первое, это тот человек, который пообещал именем Аллаха, а потом нарушил обещание. То есть заключил договор именем Аллаха, а потом нарушил обещание. Второй человек, с кем будет вести тяжба Аллах Субхану Аталия, это человек, который продал свободного. Продал свободного и проел то, за что его продал. И человек, третье, который нанял кого-то на работу, когда тот выполнил работу, не заплатил ему, не дал ему его плату. То есть и трое, с кем будет вести тяжба, Аллах Субхану Аталя в судный день, допустит Аллах Субхану Аталя от их положения нас. И вот эта их хитрость на самом деле это зульм. То есть это несправедливость, это беззаконие. И каждую секунду люди, которые делают такое, то есть кого-то наняли они на работу, обязаны заплатить, человеку не платят, затягивают плату. Каждую секунду эти люди ничего не приобретают, кроме как греха. Все время, каждая секунда их отдаляет от Аллах Субхану Аталя, от довольства Аллах Субхану Аталя, допустит Аллах Субхану Аталя. Почему? Потому что сказано, зульм, зульмат йо мартияма, несправедливость обернется мраками в судный день. Как много сегодня людей, которые, например, наняли кого-то на работу, человек отработал, и потом ходят за ними и просят, чтобы они дали ему. Эти люди дали ему плату, за которую он работал. Или что-то продал человек ему и никак не может забрать деньги теперь. И этот все ходит к ним, а эти все говорят завтра, завтра, придешь завтра, придешь послезавтра. Хотя у него есть деньги. Есть деньги уплатить долг, есть деньги уплатить эту плату, которую он ему должен уплатить. Лежат где-то у него в столе или где он их прячет, но шейтан играет так с ним. Как будто бы если эти деньги будут у него дома лежать, как будто бы их больше станет. Почему-то ему не хочется отдавать их, и все, завтра, ну вот придешь послезавтра, я тебе дам. Как будто бы они увеличатся в количестве. Или как будто если он отдаст этому человеку, то вот у него они уменьшатся. Конечно, удивительное положение этих людей. Но эти люди совершают глупость. Что в умах этих людей есть глупость. И в религии они заблудились. Неужели они думают, что если они вот так будут оттягивать уплату долга, что в итоге долг с них спадет? Или обязанность уплаты исчезнет? Все равно обязан будет платить? Или уменьшится то, что они должны? Все равно не уменьшится. Сегодня ты дашь, или завтра дашь, или через 10 дней. Какая тебе разница? Зачем ты затягиваешь? Ну, шейтан, как сказали, мы играем с таким человеком. И Трок Саусалим говорит, затягивание богатым, это зульм, это беззаконие. Богатым. Богатым, значит, которое в состоянии уплатить, имеется в виду. Но на что нам это еще указывать? На то, что, значит, если бедный человек затягивает с уплатой долга и не может заплатить, то тогда это не зульм. Тогда это не является несправедливостью. Если у человека нечем заплатить, и он оттягивает уплату долга, потому что нечем, то тогда что? Он не зален, он не совершает беззаконие. Здесь в данном случае уже тогда становится беззаконником кто? Кто требует от него? Тот, кто давит на него и требует от него, если у него нет. Если твой товарищ бедный, тогда ты должен ждать, пока он не уплатит тебе долг. Если действительно у человека нечем заплатить. А не требовать, не давить на него, потому что Аллах Субхану Тааля говорит, А если этот человек бедный, то тогда ожидать до облегчения. То есть пока у этого человека наступит облегчение в его делах, он сможет, тогда нужно ждать. То есть Аллах Субхану Тааля это в виде приказа, в виде приказа изложил в Куране, что нужно ждать до облегчения положения этого человека. Но многие люди сегодня, если ему кто-то бедный должен, делают все возможное. Еще знают, что он бедный, заступиться некому, собственно, за него, и начинают требовать, и начинают применять всякие меры всевозможные, ничем не гнушаясь, или куда-то жалуются, зная, что этот человек не может. Это тоже харам, это тоже преступление. И если, например, в мусульманском государстве такой человек отправился к судье и пожаловался на бедного, то судья не имеет права требовать от бедного уплаты долга этому богатому. Хорошо? До тех пор, пока у него не появится. Судья обязан в таком случае что сделать? Наоборот, выгнать этого, который требует от него долга. Прогнать его. И высказать ему порицание, потому что он совершает золюм, совершает несправедливость. То есть человек, если ему должен бедный, не имеет права этому бедному говорить, давай то, что ты мне должен, если он знает, что он бедный, то есть не мучайте его таким образом.